приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донскова вы знаете я всегда маникюр делаю сама я никогда не была в салоне красоты настолько часто чтобы об этом даже вспомнить ну может быть там 5-10 раз за всю свою жизнь и несколько раз я делала наращивание гель-лаком и остальное все время я делаю это сама и сегодня вам покажу как это просто элементарно легко сделать с помощью нескольких инструментов которые доступны каждой девушке и я думаю что справится с маникюром абсолютно любая приступайте к просмотру и обязательно оставьте в конце под видео свой комментарий делаете ли вы сами маникюр или ходите в салон красоты хотите ли вы попробовать делать сами как это делаю я или будете продолжать ходить к специалистам и так приступаем к просмотру первый этап это удаление старого лака каким образом я это делаю я заранее делаю такие вот ватные треугольнички на каждый ноготок использую жидкость для снятия лака укрепляющую это не oriflame к сожалению но вот какая была такую я буду использовать и я вот таким образом делаю мочу накладываю и так один за другим все ноготочки я прикрепляю такие ватные диски даю лаку раствориться а потом снимаю все ноготочки чистые я ой вот кусочек остался я проверяю чтобы не остался нигде лак и удобно то что я сразу вот этими треугольничками сняла основную массу лака остаточки потом удалила уже чистым треугольничком следующий этап нужно замочить лапочки я беру такую чашечку и наливаю в нее сильно теплую воду прям вот горяченькую воду но терпимо что было для рук варить нам руки тоже не нужно так терпимо мы делаем ой горячее еще сделала водичку потом я беру масло шведиш спа специально для ванной и для ванночек как для ножных так и для ручных и наливаю немножечко масла чтобы ручки по обалдели размякли и капельку вот такого средства это гель для душа лимона вербенос мне очень нравится одну капельку такого геля и погружаю ручки для того чтобы маслица размягчила руки мыльца тоже помогло размягчению и еще покажу вам один секрет который я всегда делаю я использую любой скраб для тела у меня еще остался скраб с имбирем как раз остаточки я беру немного скраба такое количество наношу на ручки везде вот смотрите на тыльную сторону кисти на пальчики и носами на каточки то есть я везде везде распределяют этот скраб маслянистый именно мне нравится что он с маслом так распределяю и оставляю все это не смывая погружаю аккуратненько руки в воду минут на 5-7 и так пальчики я замочила они у меня пролежали в водичке вместе с руками и я щеточкой то есть я смыла все что на мне было вот это скраб и маслица я просто смыла чистой водичкой и щеточкой можно вот так вот прям на сухую но я обычно делаю в раковине под струей воды вот это мокреньким способом я отодвигаю кутикулу так прям щеточкой то есть я ее очищаю вот видите как она хорошо очищается потому что она размоченная и очень хорошая кстати щетка oriflame она классно отшелушивает вот все видите убирает все что щетка не убрала я убираю таким специальным инструментом кстати этот набор от oriflame приходил в такой вот коробочке очень удобный наборчик кстати был подарочный и вот таким инструментом или палочками из апельсинового дерева я отодвигаю так аккуратно кутикулу не травмирую и лучше смачивать всегда повторно смачивать пальчики чтобы не насыхала кожица потому что иначе вы можете травмировать ногтевую пластину видите я не деру я сильно не отодвигаю потому что вот это место оно очень опасненькое такое кутикула лишний раз не надо его тормошить туда-сюда аккуратно все отодвигаю ничего не травмирую кутикулу и в некоторых местах я вижу что ее много то есть сильно сильно наросло и придется убрать ее щипчиками я использую такие малюсенькие щипчики и аккуратненько отщипываю все лишнее смотрите как я двигаюсь я начинаю от одного края и аккуратно двигаюсь к другому только кончики кутикулы итак я убрала лишнюю кутикулу стали ногти уже такие чистенькие аккуратненькие и нужно их подпилить и немножко где отслаивают чтобы убралась эта шелуха у меня пилка четырехсторонняя я ее просто обожаю пилка от oriflame серия the one у нее есть грубая сторона единичка более такая щадящая двойка тройка это шлифовка и четверка полировка я аккуратненько смотрю где нужно нужна какая сторона я то и пользуюсь и пилочкой нужно двигаться таким образом то есть от вот это вот место я двигаюсь в как бы во внутрь ногтя да вот так отсюда сюда к острию да вот так вот я бы сказала вот сюда я двигаюсь аккуратненько то есть снимаю грубый слой потом переворачиваю двушкой и сглаживаю грубые вот эти вот остатки которые делает первая часть не всегда я кстати первой пользую зачастую просто двоечкой и немножечко если нужно у кончика я снимаю двоечкой вот эти вот грубости дальше беру троечку уже весь ноготь вот так вот немножечко шлифую и переворачиваю на четверку и делаю полировку то есть полировка она выглаживает ноготочек и он уже становится просто такой гладенький и идеальный для того чтобы нанести покрытие вот такой вот гладкий ровный ноготь так я подпилила полировала ноготочки и сейчас я беру масло двухфазное тоже от oriflame серия zivan смешиваю его так перемешиваю и кисточкой наношу на кутикулу и ногтевую пластину вот таким образом все распределю и буду втирать маслице в ноготь и в кутикулу это помогает увлажнить ноготь кожу сделать более ухоженным вид визуально и дольше не растет кутикул то есть если это делать регулярно то она растет все меньше и меньше и практически вообще перестает расти но главное делать все регулярно мисломаслица оставляя его прям минут на пять семь можно даже десять это очень удобно делать если вы смотрите вебинар или какую-то интересную передачу и в это время занимаетесь ноготочками маслица будет на ногтях и кутикула потом его нужно будет смыть как часто можно использовать это масло каждый день можете пользоваться можно поверх уже лака покрытие любого наносить только на кутикулу и масло будет хорошо увлажнять кожу особенно подходит тем у кого сухая кожа рук и быстро нарастает кутикула и так я на пять минуточек остаюсь с маслом потом я удалю его помою руки с мылом чтобы обезжирить ногтевую пластину и будем наносить лак и так маслица я смыла смотрите ноготочки все ровненькие аккуратненькие кутикула вся мягонькая то есть нет ничего лишнего и сейчас я буду носить вот это укрепляющее покрытие для ногтей мне оно очень нравится в рефлейм потом я нанесу два оттенка лака хочу сегодня сделать такой веселенький яркий маникюр зеленый с желтым буду чередовать ноготочки каким-то образом и сверху закреплю вот этой сушкой для для лака она помогает очень быстро сделать маникюр то есть он сохнет моментально итак поехали и 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 за дело за желтым ногтем задел за флакончик попробуем вот этим корректором исправить ситуацию возможно это как раз будет для нас такой опыт показательный что может делать корректор и так рекомендуется компании нанести сначала вертикальную полоску так потом горизонтально растянуть как мне подлезть к нему в эту сторону подвигаем и опять вертикально так дырка как была так и осталась давайте подровняем так у меня ничего не получилось сейчас буду активнее двигать нет не получается уберу лишнее и потом когда высохнет подкрашу просто желтым лаком чтобы вот этого не было видно но по крайней мере она ровненькая корректор меня не спас может быть я неправильно им пользовалась сейчас не знаю ну что давайте подведем итог самостоятельно в домашних условиях я сделала маникюр в течение буквально минут сорока что я делала напоминаю сначала я удалила лак с ногтей затем я замочила ногти в маслице со скрабиком на руках я использовала последние капельки своего любимого скраба его сняли уже с производства потом я сделала отодвинулась щеточкой и специальным специальному таким вот устройством для того чтобы убрать кутикулу отодвинула кутикулу и щипчиками слегка убрала кутикулу смотрите если вы работаете с такими щипчиками будьте очень аккуратны следите чтобы у вас не было задето как говорится за живое то есть нужно прям только краешек краешек убирать чтобы не навредить чтобы не было ни кровиночки не чтобы вы не затронули живую ткань это очень вредно если вы вредите кутикулу то это лучше так не делать вообще потом я подпилила ногти отполировала их нанесла маслица двухфазная напитала ногти и кутикулу чтобы она дольше не росла нанесла основу все с мылом конечно потом нанесла укрепляющие средства разноцветные лаки кстати желтый оказался таким густым уже его использовать нельзя поэтому я еле-еле справилась с этой задачей и закрепила все сушкой сушку она же и закрепляет дает такой красивый блеск финиш то есть смотрите я использовала всего лишь несколько продуктов давайте я их так все выложу в том числе и всего лишь 3-4 инструмента вместе с щеточкой и средства для снятия лака вот то есть у меня получилось всего лишь несколько продуктов которые нужны для того чтобы сделать маникюр в домашних условиях это несложно очень просто самостоятельно все это проделать и если делать это регулярно то оно становится вообще очень простым занятием и всегда будете с красивыми ноготочками я это делаю не часто маникюр я делаю где-то раз в две недели а покрытие меняю в зависимости от того когда оно изнашивается то есть три-четыре дня я снимаю и быстренько наношу новое уже не проделывая этих предварительных процедур максимум что я делаю это скрабирую руки со скрабом с маслом для того чтобы размягчить кутикулу и частенько стараюсь почаще использовать маслице но в этот раз кстати не пользовалась очень давно и сразу заметила как кутикула наросла очень сильно я даже была удивлена потому что она действительно не росла у меня уже давным-давно чипчиками очень редко пользуюсь бывает такое что достаточно просто отодвинуть кутикулу намазать маслом дать впитаться размягчить ее и даже ничего не приходится отрезать по моему получился очень забавный маникюр такой летний радостный позитивный я жду в комментариях от вас обратную связь было ли для вас видео полезное интересно делаете ли вы маникюр сами или ходите к мастерам я кстати раньше тоже ходила а потом подумала почему бы самой не делать это так просто и в удобное время не нужно тратить время на дорогу и деньги кстати тоже экономятся там небольшие деньги но все равно как бы дома все это делать очень удобно благодарю вас за внимание желаю всем красивых многоточков и до новых встреч с вами была лилия донскова пока пока